Главный пояс UFC приехал в Россию. В первом раунде Исламу было очень сложно. Коронные приемы, Ислам победил. Абдулманапа уже нет, а дело его живет. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост и не важно, где ты рос. В чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Ребята, привет. Сегодня я вышел с неочередным выпуском и это не потому, что что-то там рухнуло, развалилось, исчезло, обанкротилось и вообще ушло из России. Нет, потому что впервые за долгое время есть хорошие новости. Ислам Махачев победил на ринге Чарльза Оливейру. Вы спросите, а при чем здесь канал про деньги, успех и бизнес? А я вам так скажу. А досмотрите выпуск до конца и тогда сами все поймете. Я смотрел бой в прямом эфире. Да, кстати, если вы тоже смотрели, пишите мне в комментарии, что вы тоже смотрели. В первом раунде Исламу было очень сложно. Я знаю Ислама Махачева лично, его тренера Абдулманапа Нурмагомедова знаю, Хабиба Нурмагомедова, поэтому я очень волновался и переживал, но Ислам выдержал. Абдулманап мне рассказывал, как он готовит бойцов в своей школе, чтобы его бойцы выдерживали такие тяжелейшие удары. Во втором же раунде Ислам перешел к атаке. Ну и в тот момент, когда Оливейра хотел, так сказать, применить свой коронный бразильский приемчик, Ислам не отошел назад, а как следует вмазал бразильцу, да, и бразилец упал. Ну и, конечно же, дальше, знаете, сабмишн, удушение, коронные приемы. И это было так быстро, что никто в зале не успел ничего понять, но все, рефери вскинул руку Исламу и сказал, Ислам победил. И вот тут вот зал разразился огромными овациями, да. Мои ученики с такой программы личного наставничества Ярс Рыбаковым были там и слали мне дополнительные видео. Они там чуть с ума не сошли со своими Я, кстати, также вот реагировал, потому что это было невероятно. В общем, эмоции я прожил огромные, а теперь кое-что хочу вам пояснить. Как я уже говорил, я Ислама знаю лично, и когда я снимал последнее интервью Абдулманапа Нурмагомедова, так получилось, да. Ислам был на этом интервью, и мне довелось задать ему несколько вопросов. Сколько у тебя сейчас гонорары, какие вот размеры? У меня, ну я сейчас подписал новый контракт, где-то больше чем 150-80 плюс. Ну там от выигрыша зависит, как покажешь бой. Тренируюсь, стараюсь оправдать надежды, которые на меня возлагают. В общем, посмотрите, насколько сосредоточен Ислам на своей задаче победить. Да, ну он говорит, что у него даже чтоб жениться нет времени и так далее. Единственный недостаток у него, он не жена. Все же идеально не может быть. Слушай, а что, почему ты сам скажешь? То ли с фатыни, то ли не везет. Тренировки, много тренировок, времени нет. Времени пока нет. Но в данном случае Абдулманап подчеркивает, что все бойцы школы Абдулманапа Нурмагомедова, они очень сосредоточены на результате, они очень воспитаны, они знают много языков, чтобы коммуницировать с миром. В общем, посмотрите, это особенная школа и результаты, которые случаются, это следствие. И меня вот что поразило, что Абдулманап Нурмагомедов еще тогда сказал, что после чемпионства Хабиба именно Ислам будет чемпионом. У меня есть другой боец, идет, сменит Хабиба на чемпионский пояс. Ислам Махачев, дайте. Диего. Очень хороший боец. То есть Конор будет. Дайте. Кэрин Ли, дайте. Мы кричим, дайте, дайте, дайте. Ну, дайте бойца Ислам Махачев. Абдулманап величайший тренер и план великого тренера случился. То, что главный пояс UFC теперь приехал в Россию, ну, в общем-то, считайте так, что это великий план тренера Абдулманапа Нурмагомедова. И это просто феноменально. В чем же феномен Абдулманапа Нурмагомедова, основателя школы, из которой выходит Хабиб чемпион, Ислам Махачев чемпион и еще последующие чемпионы тоже обязательно выйдут. Вот чтобы понять этот феномен и его прочувствовать, да, давайте посмотрим, что сказал Ислам Махачев сразу после боя. Итак, цитата. Мы бы точно сначала провели разбор ошибок с Абдулманапом Нурмагомедовым. И потом, я думаю, он гордился бы мной, потому что я всю жизнь слушался его, где он говорил, я выступал. Все, что он говорил, я делал. И из-за этого он не говорил, что я буду чемпионом после Хабиба. Я очень рад, что я смог отобрать пояс у такого достойного соперника. Ну, вот вы сами все видите. Дело в том, что уважение к сопернику, да, вот эта работоспособность, вот эта концентрация, вот эта вот воспитанность, вот эта вот образованность, да, все это вот такие симптомы, которые проявляют все воспитанники школы Абдулманапа Нурмагомедова. И вот все это привело к тому, что Абдулманап при жизни воспитал 18 чемпионов мира и попал в Книгу рекордов Гиннесса, кстати. Ислам Махачев 19-й чемпион, да, уже после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Но, я думаю, еще очень много воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова проявится чуть-чуть позже. Мне посчастливилось провести с Абдулманапом Нурмагомедовым очень много времени. Я всегда подмечал, что он сразу различал таланты. Он видит буквально, вот по поведению ребятенка, он видит, кем он будет. Он сразу говорит, вот этот среднячком будет, вот это вот далеко пойдет и так далее. А еще Абдулманап длил себя в других. Вы не представляете, сейчас во многих странах школы единоборств основаны именно выпускниками Абдулманапа Нурмагомедова. В Китае, Бразилии, Турции и так далее. Уже десятки школ основаны его выпускниками. Это длить себя в других, понимаете? Продлевать себя в других. Везде, где был Абдулманап, там продолжается живая жизнь и там феноменальный результат. Школа Абдулманапа Нурмагомедова — это что-то феноменальное. Именно поэтому я оказался в Дагестане, именно поэтому мы с Абдулманапом Нурмагомедовым написали целую книгу под названием «Отец». Кстати, ссылка будет здесь под видео, кто не читал. Обязательно прочитайте, как воспитать чемпионов в себе и в своих детях. Это феноменальное наследие Абдулманапа Нурмагомедова, которое должен знать каждый отец при воспитании своих сыновей или дочерей. Я вам обещал в конце рассказать, почему это видео здесь. Конечно же, потому что повод, но главное это в том, что люди, которые создали дело, которое живет после их смерти, это феноменальные люди. Посмотрите, Абдулманапа уже нет, а дело его живет. Это феноменальный успех. Теперь промоушен, который основан Абдулманапом Нурмагомедовым — это мирового класса промоушен. Бойцы из Дагестана, из разных уголков России, теперь полноправные участники любой спортивной лиги, выступают в любой стране по миру. Они очень на большом счету. И сегодня, когда Абдулманапа Нурмагомедова нет, его дело продолжает чемпион UFC. Хабиб Нурмагомедов. Да, он сын Абдулманапа Нурмагомедова, но он и его воспитанник. Завтра дело Абдулманапа Нурмагомедова будет продолжать Ислам Махачев и другие бойцы. Кто так подходит к своему делу, к своему бизнесу, его дело будет развиваться и после него, и во многие поколения дальше. Я очень хотел продемонстрировать вам самый сильный подход, который есть в бизнесе. Для того, чтобы обрести в своем деле, в своем бизнесе успех, следует делать как Абдулманап. Следует порождать таких учеников, таких воспитанников, которые превосходят, которые размножаются, которые дальше порождают живое в своем деле, которое ты начал. Если вы просто зарабатываете деньги, вам может повезти, но везение может в любой момент кончиться. А вот если вы длите себя в других и порождаете вокруг себя очень много воспитанников, которые длят себя дальше, ваше дело обречено на успех. И таким образом мы будем благоустраивать то место, где живем, и мир наш станет краше. И я всегда вам говорю, давайте вместе размножать хорошее, чтоб плохому места просто не осталось. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...